Помощь в решении многолетней транспортной проблемы для жителей Костромской области пришла, откуда ее совсем не ждали. Каждый год поселки, расположенные у реки, оказывались отрезанными на несколько месяцев от большой земли. Из-за отсутствия переправы люди не могли даже попасть в больницу. Ситуация разрешилась во время военных учений, как расскажет Андрей Кузнецов. А если опоздаете, то... Все, здесь ночевать будем. Жители Макаревского района уже привыкли сверять часы с расписанием работы парома. На левом берегу реки Унжи несколько поселков, где живут около 4 тысяч человек. На противоположном районная больница и администрация. Мы столько лет, как сказать, живем всегда на два берега, да, и все время разрываемся. То есть вот особенно, когда в половодье, когда ничего не ходит, никакого транспорта, очень тяжело. Зимой жители поселка пользуются ледовой переправой, летом паромом. А во время ледостава и весеннего половодья они оказываются буквально отрезанными от внешнего мира. Прошлой осенью, например, почти полтора месяца продукты и медикаменты в поселке доставляли сотрудники МЧС. У мамы Юлии Лапшиной тогда случился инфаркт. О том, как пожилую женщину пришлось переправлять через реку, она до сих пор вспоминает с ужасом. Она вот, представляете, вот на носу, на железной лодке стояла, на носилках. И я боялась, когда с ней ехала, мы вот так вот плыли между льдинами. И мы, я боялась, что она у меня съедет. А человеку уже нельзя было вставать. И вот мы так переправлялись. А как тогда? Или умираем здесь, на этой стороне? Теперь, говорят люди, все изменится. Постоянную переправу через Унжи решили построить военные. Автомобильный мост возводят в рамках учений. Паром вывезти, поставить скорую пятую опору. Как пойму, приятно. Понял. Подполковник Алексей Зайцев показывает почти готовый мост. Металлическую конструкцию длиной в 235 метров возвели за несколько недель. Если бы строили для военных целей, грузоподъемность наверняка измеряли бы весом танков или армейских грузовиков. А тут объект получается сугубо гражданский. Потому и подход немного другой. Необходимо рассчитывать еще на легковой автомобиль. То есть не как у нас у военных, там УАЗ и КАМАЗ. А здесь еще и с низкой подвеской, соответственно, подходы к мосту должны быть более плавные. Военные уже установили семь пролетов моста. Теперь их нужно покрасить, а еще сделать так называемые ледорезы, чтобы весной льдом не повредило опоры переправы. После этого объект будет готов к эксплуатации круглый год. Местные жители, рассказывают строители, поначалу не поверили, что многолетнюю проблему можно решить так быстро. Спросили здесь, когда будет мост. Сказали, что он будет стоять, это самое. 18 числа все очень скептически к этому отнеслись. Когда мы здесь на воде забивали сваи, то есть работа была не видна. Все уже думали, что нет, такого не будет. А когда уже подошла надвижка моста, то есть когда они вечером посмотрели, в следующий вечер пришли, а уже мост стоит. Радость велика. Мы ходим как на работу, вот каждый весел сюда, фруклей, как все продвигается. В районной администрации новый мост называют не иначе, как подарком. Мост железобетонное исполнение строит порядка 3-4 миллиарда рублей. Естественно, таких денег никто бы не нашел. Основные работы военные завершат уже в ближайшие дни. Дальше местные дорожные службы будут делать подъезды к мосту и устанавливать светофоры для организации реверсивного движения. Из-за небольшой ширины моста направлять транспортный поток на левый берег Унжи и обратно будут по очереди. На завершение всех работ потребуется около месяца. Если все пойдет по плану, уже в августе по мосту через Унжи проедут первые автомобили. Как говорят сами военные, главную оценку за эти учения им поставят даже не командование, а люди, которые будут пользоваться переправой. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Первый канал, Костромская область.